Здравствуйте, дорогой зритель программы «Универ Ньюз». Сегодня для тебя свежая порция новостей, с которой познакомлю тебя я, Кристина Зиединова. Ильшат Гафуров рассказал о будущем фармацевтической отрасли. КФУ и Университет Назарбаева расширяют сотрудничество. В городе Болгар начала свою работу археологическая школа. Ильшат Гафуров рассказал о будущем фармацевтической отрасли. Обсуждение в формате панельной дискуссии прошло в первый день работы Третьей всероссийской GMP-конференции. Подробности далее. 27 августа в Казани состоялось открытие третьей всероссийской GMP-конференции. Участие в конференции приняла ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Третья всероссийская GMP-конференция посвящена наиболее актуальным вопросам фармацевтического рынка страны. Для Казанского университета фармацевтика наряду с другими направлениями является одним из приоритетов развития. Стратегическая цель, поставленная руководством КФУ, предполагает выведение университета в топ-100 лучших образовательных и научных центров мира. В области образования мы активно ведем подготовку фармацевтических провизоров, медицинских химиков и входим в сетевые образовательные проекты со многими университетами, как внутри нашей страны, так и в мире. У нас выстроена инфраструктура полного цикла, включая диабан, чистые помещения для работы с клетками человека и животных. Мы активно разрабатываем генные и генно-клеточные лекарственные препараты. Координатором работы является научно-образовательный центр фармацевтики, который был создан благодаря программе «Фарма-2020». Особый интерес представляют работы Казанского университета в области разработки лекарственных препаратов на основе генных и клеточных технологий. В КФУ есть пакет разработок в области биофармацевтики, который позволит конкурировать за этот новый рынок фарминдустрии. Ректором КФУ Льшатам Гафуровым было предложено объединить все научно-образовательные центры, созданные по программе «Фарма-2020» в единую сетевую структуру с включением туда заинтересованных фармкомпаний. Это способствовало расширению компетенции каждого центра. Это, несомненно, будет еще одним шагом вперед и в решении задач стоящих перед нашей страной, а также будет способствовать реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обозначенных в его послании Федеральному собранию в 2018 году. Завершится конференция 29 августа. За три дня мероприятия посетят делегаты и спикеры со всего мира – Испании, Хорватии, Венгрии, Великобритании, Японии, Казахстане, Киргизии, Армении и многих других стран. Эксперты мирового уровня в рамках мастер-классов, панельных дискуссий и пленарных сессий поделятся своим опытом с коллегами в области заявленных тем. КФУ посетила делегация университета Назарбаева. О чем договорились стороны на встрече, мы расскажем в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет из Казахстана прибыла делегация университета Назарбаева. Гостей встречал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В составе делегации вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиша Даирова и старший менеджер департамента по приему Гульден Шакатова. По традиции визит начался с экскурсии по музею истории КФУ. Далее состоялась презентация Казанского федерального университета. На встречу стороны договорились о посещении преподавателями КФУ университета Назарбаева для обмена опытом и методиками. Мы задуманы быть именно опытом и сотрудничеством. Поэтому, как мы уже в вашем виде, есть много. Мы могли бы определить начало определенным направлением, не распекаться по длину и именно завязать специалистом. Также в рамках визита делегация посетила Институт физики, Химический институт и Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казани состоялась пресс-конференция, на которой обсудили подробности Второго съезда учителей истории и общества знаний Республики Татарстан. Какие вопросы и темы были подняты на мероприятии, вы узнаете в следующем сюжете. 28 августа в Татмеде состоялась пресс-конференция о Втором съезде учителей истории и общества знаний Республики Татарстан. Съезд посвящается празднованию столетия Та СССР. Первым выступил Рамиль Фахрудзинов, заместитель директора Института международных отношений КФУ. Он подробно рассказал об отличиях двух съездов, а также накопившихся проблемах, изменениях, нововведениях КФУ. И я хотел бы здесь сказать, что вот подчеркнуть роль Казанского федерального университета, который в последние годы активно проводит свою, разрабатывает свою модель подготовки педкадров для Республики. И при этом хочу сразу подчеркнуть, что среди федеральных университетов Казанский федеральный университет входит в тройку ведущих лидеров по количеству выпускников, именно тех специалистов, которые будут работать в сфере образования. Далее доцент кафедры отечественной истории КФУ Айрат Ухватуллин проинформировал о потоке учащихся выпускников и насколько интересен процесс обучения на его кафедре. Также в этом году выпустилось интересное направление, история с углубленным изучением исламской цивилизации, получили статус бакалавра педагогического образования. У нас достаточно успешная идет работа с направлением истории и английский язык. Пять лет обучения, в конце они выходят бакалавриат и со следующего года мы планируем в условиях билингвальной и мультилингвальной среды добавить еще язык. Помимо этого обсуждались вопросы региональной истории и были продемонстрированы новые учебники пятых-шестых классов, которые включают в себя изучение истории Татарстана. Съезд пройдет 29 августа на базе Академии наук. Алия Шеймуратова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Кто ищет, тот всегда найдет археологи, тем более. Получить полезные навыки и применить их на практике можно в Международной школе археологии, которая вновь открыла свои двери в городе Болгар. Что на этот раз ищут специалиста на территории одного из древнейших городов Татарстана, расскажет Аделя Шемилова. Уже традиционно в конце августа в город Болгар съезжаются археологи со всех точек мира. В этом году на площадке Международной археологической школы собрались более сотни представителей из России, Германии, Египта, Китая, США и других стран. Организаторами школы стали Казанский федеральный университет и Институт археологии имени Альфреда Халикова Академии наук Республики Татарстан при поддержке фонда «История Отечества». Школа ставит своей целью подготовку специалистов, повышение квалификации, коллаборацию между специалистами уже готовыми и подрастающим поколением исследователей. Также преподавательский состав может помочь молодым ученым, дать им экспертную оценку их работы. Программа «Школа из года в год» меняет свой формат, оставаясь интересной и для новичков, и для специалистов, которые уже принимали в ней участие. Я из Америки, я живу в городе Тротия. Я здесь, потому что я хочу изучать археологию больше, чем просто в Америке. Здесь я изучаю геоархеологию. Это очень интересный предмет, и я только могу изучать этот предмет здесь. В этом году работу школы проходит в рамках научно-образовательных практикоориентированных программ «Геоархеология», на которой изучают естественные природные процессы, влияющие на состояние археологических памятников и основы исследования древних орудий труда. Кроме того, участники школы получают возможность применить свои знания на практике. Программа наполнена не только лекциями, но и полевыми работами. В данном месте нам часто попадаются хозяйственные постройки, живые постройки. То есть их можно определить по так называемым замкам волковским, ключам, которые часто попадаются. Ни для кого не секрет, что во время полевых работ исследователи обнаруживают разного вида находки. А найти тут можно много всего интересного. Но прежде чем все это отправить на экспертизу, находки необходимо хорошенько промыть. После того, как все найденное пройдет необходимую обработку, исследователи ожидают кропотливая работа в лабораториях школы. Здесь участники узнают, что можно рассказать по костным останкам о человеке. Аналогичная экспертиза ожидает и найденную посуду, элементы одежды и быта. Самые интересные находки всегда найдут место в музее болгарской цивилизации. Огромное количество в этом музее подлинных экспонатов, которые вы можете наблюдать, которые раскрывают все стороны жизни города Болгар. Помимо теоретической части, эксперты проведут мастер-классы. Работа школы продлится до 2 сентября. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Это были все самые свежие и интересные новости. Увидимся в следующих выпусках.